Мы находимся на московском форштадте возле знаменитого трактира Волга. Это место, которое когда-то было известно не только всей Риге, но и во многих местах русского зарубежья Европы. В этом трактире, которым заведовал известнейший ресторатор Михаил Дмитриевич Тарасов, бывали очень многие извинитые люди. Наверное, самым знаменитым гостем трактира Тарасова был великий русский певец, всемирно известный бас Федор Иванович Шаляпин. Сохранились воспоминания друга Шаляпина Мельникова, известного режиссера, который неизменно посещал трактир Волга всякий раз, когда Федор Иванович приезжал в Ригу. Вот свободное от концертов время. Он приходил сюда, на московский форштадт, заходил в этот трактир Волга, где Тарасов, конечно, старался организовать Федору Ивановичу наилучшим образом прием. И вот они садились за стол, и уже немолодой Федор Иванович начинал сетовать. Вот, дескать, жизнь моя уже пошла под уклон, годы мои не те, и здоровье подводят. А Мельников говорил, Федор Иванович, ничего, ничего, голубчик, вот сейчас подадут тебе соленых огурчиков, знаменитую Тарасовскую селяночку, хлебушка ржаного. И ты расслабишься, рюмочку-другую выпьешь, а потом под поросенышко с хреном ты вообще помолодеешь, и душа песни запросит. Ну что ты, друг милый, что ты, стар я уже по кабакам, петь-то, вздыхал Федор Иванович. И опять начинал сетовать на уходящую молодость. Ну вот приносили дымящуюся селяночку, приносили поросеночка, приносили графинчик, запотевший с ледяной водочкой. И Федор Иванович, смакуя каждый кусочек, он был великий гурман и обожал русскую кухню, которую виртуозно подавал ему Тарасов. И вот рюмочка, вторая, третья, и как предсказывал Мельников, вот как раз вот поросеночка с хреном, душа русская просила песни. И Федор Иванович начинал петь великий всемирно известный бас, на концерты которого люди стояли ночами в очередях. И вот попасть на эти концерты считалось великим счастьем. И вот он начинал петь в этом трактире «Волга», а вокруг уже заранее собирались местные жители, жители Москачки, для которых было немыслимым счастьем оказаться на концерте в оперном театре. И тут вдруг сам Шаляпин, а все знали, Федор Иванович пришел, значит петь будет. И вот проходил вот этот импровизированный концерт, и Федор Иванович пел и «Дубинушку», и «За острова на стреже», и другие песни с той любимой его простой русской душой всемирно известного певца. И всякий раз посещение трактира «Волга» на московском фронштадте становилось непременным ритуалом посещения им нашей любимой риги. Наша позиция – мы потомки победителей, мы потомки героев. И вот человек, у которого отцы и деды герои, он не может сам не быть героем, иначе это просто предательство своих предков, я считаю. Но это надо напоминать о героическом прошлом, о сильных, мужественных людях, о настоящих мужчинах и прекрасных женщинах, а не вот этот унисекс. Путин не лазит. Как раз сейчас этим и займемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok